Турецкий Гамбит. Зачем Анькара ввела войска на север Сирии? Турецкий Гамбит. Зачем Анькара ввела войска на север Сирии 17-22 9 октября 2019 года. Обновлено. 17-34 9 октября 2019 года. AFP 2019. Балант Килик. Военные на границе с Сирией. AFP 2019. Балант Килик. Москва. 9 октября новости. Андрей Коц. Танки М-60. Бронетранспортеры М-113. Грузовики с личным составом. Артиллерия и удары с воздуха. Турция перебросила к сирийской границе значительные силы и начала военную операцию. О готовности к которой президент Реджеп Таип Эрдоган заявил еще в воскресенье. О целях нового турецкого вторжения в материале РИА новости. Зоны безопасности. Целью операции Эрдоган называет создание так называемой 30-километровой зоны безопасности на севере Сирии, где планируется расселить около 2 миллионов сирийских беженцев, перебравшихся из-за войны в Турцию. Для этого военные намерены очистить от курдских сил самообороны значительные территории к востоку от Ефрата. Напомним, Турция считает рабочую партию Курдистана, РПК, террористической организации и рассматривает ее присутствие на своих южных границах как угрозу национальной безопасности. AP-Photo, Бейда-Канамад и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе. AP-Photo, Бейда-Канамад. Турецкая и американская бронетехника на сирийско-турецкой границе. Вместе с тем, РПК и курдские сирийские демократические силы давние союзники партнера Турции по НАТО США. Американцы несколько лет обучали курдов ведению боевых действий и оснащали их оружием. В Вашингтоне не раз заявляли, что рассматривают эти формирования как легитимную силу в Сирии. В августе Анкара и Вашингтон вроде как договорились о создании координационного центра по совместным операциям. Однако позже Эрдоган сообщил, что, если США затянут с формированием зоны безопасности, Турция сама начнет операцию против курдских сил, контролирующих регион. В Вашингтоне на это отреагировали нервно. Президент Дональд Трамп даже пригрозил разрушить экономику Анкары, если турки выйдут за рамки дозволенного в Сирии. Ранее представитель пресс-службы Пентагона Шон Робертсон подчеркивал, что любая нескоординированная военная операция Турции вызвала бы у нас глубокую обеспокоенность, поскольку это нанесло бы урон нашим взаимным интересам по обеспечению безопасности на северо-востоке Сирии. А влиятельный сенатор-республиканец Линси Грэм рассказал о готовности представить двупартийный законопроект по санкциям против Анкары при остановке участия Турции в НАТО. 14.15. Война в Сирии. В ЕС опасаются эскалации ситуации из-за действий Турции в Сирии. Формально Вашингтон не поддерживает зачистку севера Сирии от курдов. Но мешать, скорее всего, не станет. На днях Эрдоган сообщил об отходе американских войск с баз на курдской территории, а Пентагон официально проинформировал, что участвовать в военной операции союзника по НАТО не будет. С другой стороны, Трамп подтвердил, что Вашингтон не прекратит поддерживать курдов. «Может, мы в процессе ухода из Сирии, но мы никоим образом не бросили курдов, которые особенные люди и замечательные бойцы», — отметил глава государства. «Точно так же наши отношения с Турцией торговым партнером по НАТО и торговле очень хорошие. У Турции большое курдское население, и там хорошо понимают, что у нас оставалось только 50 солдат в той части Сирии и их переместили. Любые бессмысленные боевые действия Турции будут разрушительны для их экономики и их очень хрупкой валюты. Мы помогаем курдам финансово и оружием». Клубок противоречий. Фото, предоставлено Асканом Азделом. Сирийские курды — участники отрядов народной самообороны. Днем 9 октября автономная администрация территорий на северо-востоке Сирии объявила всеобщую мобилизацию в связи с угрозой турецкого вторжения. «Мы призываем все наши институты и управления, весь наш народ направиться к границе с Турцией, чтобы выполнять свой долг и оказать сопротивление в этот особо исторический момент», говорится в сообщении пресс-службы администрации. В свою очередь, Центр координации и военных операций СДС обратился к международному сообществу с просьбой ввести бесполетную зону на северо-востоке Сирии для обеспечения безопасности курдов. При этом и курды, и турки никак не учитывают позицию официального Дамаска. Законное сирийское правительство не признает автономную администрацию на северо-востоке страны, контролирующую территорию к востоку от реки Рефрат, и их военное крыло СДС. Ранее Дамаск провел несколько безрезультатных раундов переговоров с автономной курдской администрацией, хотя сирийские власти неоднократно осуждали оккупационную политику Турции на севере Сирии. 13.49 Война в Сирии В Турции призвали закрыть для США авиабазу в ответ на угрозы Трампа. Россия считает, что сторонам конфликта нужно договариваться. Глава МИД Сергей Лавров, говоря о возможной операции Турции в Сирии, заявил, что все проблемы на севере страны должны решаться через диалог. «Мы не раз уже нашу позицию озвучивали по поводу того, что происходит на северо-востоке Сирии, в том числе и в районе сирийско-турецкой границы. И наша позиция однозначно исходит из необходимости решать все проблемы этой части Сирийской Арабской Республики через диалог между центральным правительством в Дамаске и представителями курдских общин, которые на этой территории традиционно проживают», — сообщил Лавров на пресс-конференции. Политик добавил, что Россия будет содействовать началу предметного диалога между курдами и Дамаском, и подчеркнул, что Москва контактировала и с курдской стороной, и с представителями официального правительства по вопросам урегулирования проблем на турецко-сирийской границе. Турецкие и американские военные бронеавтомобили на сирийско-турецкой границе. В свою очередь, МИД Ирана предостерег Турцию от военной операции. Глава внешнеполитического ведомства Исламской Республики Мохаммад Джавадзарив подчеркнул, что действия против суверенитета и безопасности Сирии и пользы Анкари не принесут террористическая организация, запрещенная в России.